Сегодня мы вспомним об удивительной любви Иисуса, о Его удивительной любви. И я хочу сказать вам кое-что. Вы столкнулись с определенными сложностями в одни пандемии COVID-19 и с экономическим кризисом. Нам просто необходимо знать, что Господь Иисус любит всех нас сильно. Нам необходимо понять самое важное. Любовь Господа Иисуса Христа, которую мы приняли, приведет нас к спасению. Мы пройдем через все обстоятельства. А сейчас откройте послание к Кремленам, 8 главу, 28 стих. Апостол пишет, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это имеет отношение к тем, кто призван по Его изволению. А любятся ли вы Господа Иисуса? Если вы ответили «да», то этот стих относится к вам и ко мне. Я верю, мы любим Господа Иисуса. Бог преобразит нас. Поэтому мы станем подобны Ему, подобны нашему Господу. Несмотря на все ситуации, те, кто пребывают в духовном сне, равнодушны или погибают духовно, а живут для Господа Бога, они попросят Иисуса простить их. Господь Иисус напоминает нам не жить в страхе, в беспокойстве, и убеждает нас не поддаваться панике. Помните о том, что наша жизнь и смерть находятся в Божьей руке, а не в руке COVID-19, не в руке кризиса. В эти дни есть масса людей, которые испытывают меньше страха перед COVID-19, чем перед другими вещами. Какую же цель при этом преследует дьявол? Если вирус будет продолжать существовать, то больше людей умрет от страха, чем от заражения вирусом. Поэтому надо помнить то, о чем сказано в Слове. Пророк Исаия говорит нам в тишине и уповании крепость ваша. Библия говорит, Христос отдал жизнь за наши грехи. Там сказано, что пострадавшего Сына Бога погребли, и что Он воскрес на третий день. Писание говорит, Все согрешили, все лишены Божьей славы. Ибо возмездие за грех – это смерть. Те люди, которые умирают вечной смертью, попадают в ад. А ад – это очень страшное, жуткое место. Пожалуйста, не идите в ад. Именно поэтому Господь Иисус пришел в этот мир. Он пришел спасти всех. Как? Господь Иисус спасает людей. Библия говорит, Иисус Христос не знал, что такое грех. Он стал грехом ради нас. Поэтому любой, кто поверит в его жертву на кресте, становится праведностью Бога в Иисусе Христе. А какой смысл в этом стихе? Знаете ли вы? Стих говорит, что все согрешили и были лишены удивительной, уникальной славы Божией. Ибо возмездие за грех – это смерть. Вот почему Господь Иисус должен был умереть за вас и за меня. Иисус Христос не знал, что такое грех. Берджикур, берджикур, бersюку. О, берджикур, карна kasih setiamу. Ку сэмбах, ку сэмбах, ку сэмбах dan ку сэмбах. Слама hidупку, ку сэмбах, Кау Туга. Мы видим, как умер Господь. Это было так бесчеловечно и так чудовищно. Библия описывает 10 этапов агонии Господа Иисуса. От Гефсиманского сада до Голгофы. Это была страшная казнь. Первый этап. В саду Гефсимании Господь Иисус молился Отцу в состоянии смятения и тревоги. Его пот сделался, как капли крови, стекавшие на землю. Потом ангел явился ему с небес и укреплял его. Иисус молился Отцу. Иисус молился так. «Отец, если есть Твоя воля, то пронеси эту чашу мимо меня». Потом Христос добавил, «Но не моя воля, а Твоя да будет». Здесь Господь Иисус учил нас просить Отца исполнить наши просьбы, но не пытался уломать Его и настоять на Своем. Некоторые из вас боязливы. Поэтому вспомните это. Господь Иисус также испытал страх перед искуплением наших грехов. Поэтому придите к Господу. Иисус может и хочет помочь всем нам. И далее у нас следует второй этап. Господа Иисуса взяли под арест. Ему предъявили много обвинений. Ему плевали в лицо, наносили удары, избили. Иисус не давал сдачи. Мы видим, как Господь Иисус исполнил то, чему Он учил. Наш Господь Иисус учил нас любить и молиться за тех, кто ненавидит, проклинает и насмехается над нами. Если мы любим только тех, кто любит нас, то какая нам в этом заслуга? Ведь грешники тоже любят тех людей, которые любят их. И теперь мы подошли к третьему этапу. Звучит он так. Господа Иисуса связали и привели в суд. Когда Иисуса привели к Пилату, тот не нашел в нем никакой вины. Он не был достоин смерти. Всем временем иудеи начали кричать. Они требовали распятия. На крест его! На крест! Поэтому Пилат отдал Иисуса на распятие. И теперь четвертый этап – это бичевание Господа Иисуса. Перед распятием римские палачи били и бичевали Господа Иисуса. Два палача били Иисуса бичом по спине. К концам этого бича привязали осколки костей. Каждую секунду на него сыпались удары. Они оставляли раны. Господь Иисус кричал от боли. Он пролил кровь. Иисус был весь в крови. И теперь поговорим о пятом этапе. Ему на голову надели венок из колючек. Эти колючки или иглы впились в голову Господа Иисуса, когда его били палкой. Он пролил свою кровь. Шестой этап – Господь Иисус Христос несет свой крест. Господь Иисус испытал мучения. Он истекал кровью и не спал ночью. Он должен был нести крест. Он нес крест и падал. Поэтому Симона и Скирена заставили нести крест. Седьмой этап. Руки и ноги Иисуса пригвоздили ко кресту. Боль была невыносимой. Шла кровь. Восьмой этап. Господа Иисуса повесили на кресте. В те часы тело и душа Иисуса страдали от боли. Тело Божьего Сына ощущало страшную, ужасную боль. Жидкость у сердца мешала сердцу биться в нужном ритме. Иисус испытывал душевные страдания. Потому что те, кто проходил мимо креста, хулили святого Сына. Книжники, старейшины Израиля и священники хулили его. Его хулил разбойник, распятый рядом. Итак, девятый этап. Господь Иисус был позабыт небесным Отцом. В полдень темнота покрыла всю землю. Эта тьма стояла до трех часов дня. В отчаянии Господь Иисус Христос закричал громко «Элли! Элли! Элли масса вахтане! Боже мой! Боже мой! Почему же ты меня оставил?» Иисус ощутил, как Отец оставил его. По сути, грешники – это люди, отделенные от Бога Отца. Для того, чтобы искупить грешников, Господу Иисусу надлежало пережить разделение с Отцом. Разделение с Небесным Отцом. Я считаю, что это было самым ужасным мучением Иисуса. Никакую другую муку нельзя сравнить с разделением с Небесным Отцом. Вы понимаете, лично для меня самое мучительное переживание – это когда я не чувствую Бога рядом с собой. Поэтому каждый день я стараюсь сделать одно и то же. Я всегда чувствую, что Бог рядом. Если вы сделали грех, разберитесь с Ним, и вы снова будете ощущать Бога. Я надеюсь, вы последуете моему совету. Вы не ощущаете, что Господь рядом с вами. При этом вы не считаете этой проблемой, а вам нужно покаяться. Наивысшее счастье можно найти, лишь находясь перед лицом Божиим. Писание говорит так. «Полнота радости перед лицом Твоим». Это означает, что когда Бог рядом с нами, то мы испытываем радость и счастье, льющиеся через край. И теперь девятый этап. Перед смертью Господь Иисус закричал. «Совершилось!» «Совершилось!» Спаситель молился. «Отче, в руки Твои я предаю Дух Мой». Он сделал последний вздох. И возникает вопрос. Почему Он умер на кресте? Почему Он не выбрал легкую смерть? Допустим, отсечение головы. Почему Ему пришлось умереть с залитым кровью? А вот что по этому поводу говорит Библия. Бог сказал, «Без пролития крови нет прощения грехов». Я и все, кто смотрит Меня сейчас, нуждаемся в прощении наших грехов. Я нуждаюсь в этом. Поэтому Иисус умер на кресте. Итак, что Библия говорит о крестной смерти Господа Иисуса? Кроме этого, первое, Он взял наши немощи и болезни. А второе, Он понес наши страдания. Ну и третье, мы исцелены ранами Иисуса Христа, нашего Господа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok